Всем привет! С вами Айка! И сегодня я снимаю для вас очередной мугубанк с шашлыком. Шашлык приготовлен в домашних условиях духовки. Но несмотря на это, он получается невероятно вкусным. Но прежде чем начать, мне бы хотелось ответить на комментарии по поводу помады. Всем очень понравилось, что у меня за помада на губах. Все спрашивали в комментариях, в инстаграме. Правда, я вам уже говорила, показывала и так далее. Но я знаю, что есть зрители, которые не подписаны на мой инстаграм. Поэтому решила в ютюбе тоже показать. Это вот такая вот помада из серии Вильвет Мат от Голден Роуз в оттенке 02. Очень мне нравится эта помада. Вот такой пыльной розы. Недорогая совершенно, но покупаю я ее уже, по-моему, во второй раз или в третий. Еще моя подруга купила точно такую же помаду, когда увидела у меня на губах. И она тоже пользуется просто с удовольствием. Я разложила шашлык, потом взяла еще Данисима. Мама говорит, это же не сочетается, Айка. Ну как это будет? Я говорю, мама, знаешь, как это будет? Это будет вот так вот просто. Ой. Я знаю, что и среди подписчиков очень много зрителей в шоке от моих сочетаний. И все пишут, как твой желудок все это переваривает. Отлично. Хочется начать с йогурта. Я его просто обожаю, этот йогурт. Сегодня я ходила в банк. Мне одобрили просто огромный кредит. Вот я теперь думаю, надо он мне. Нужен он мне или не нужен. Раньше я столько времени тратила на все эти очереди. Сейчас просто беру онлайн. Онлайн очередь. Прям в нужную минуту. Я решаю свой вопрос. Реально очень удобно онлайн очередь. Кто еще не пользовался, обязательно экономьте свое время. Здесь у нас еще лучок с парболисом. Лучок я правда не очень люблю, он от него такой аромат. Горячий. Только из духовки. Горячий. Только из духовки. Такой ужас сейчас в мире творится. Смотришь новости. В шоке от того, что происходит вообще в мире. Там хочется спокойной, размеренной, нормальной жизни. После 2020 года с каждым годом все хуже и хуже. Людям как будто мирно не живется. Столько меч, столько всего хочется. У нас соседка, дай бог ей здоровья, родила пятого ребенка. Причем мы с ней одногодки. Шикарно выглядит. И дети все ухоженные. И дома убрано. И все-все. Реально смотрю на таких женщин и просто восхищаюсь. Как круто, молодцы. Ну, если бы даже у меня были миллионы, я бы все равно не родила в Питерах. Ну, все, знаете, жизнь куда-то идет. Кто-то как-то двигается вперед. Не знаю, получает второе образование. Кто-то поступает в магистратуру. Еще что. У меня порой такое ощущение, что у всех жизнь идет, а у меня она стоит на месте. Пять детей, это, конечно, не для меня. Это конкретный перебор. Но все равно... Сколько канцелярий везде продается. Было бы круто, если бы у нас государство выделяло бы деньги на подготовку к школе. Вот представьте, пять детей. Пятерых надо собрать в школу. Учебники, ладно, дают бесплатно. Дневники тоже, по-моему, дают у нас бесплатно. Но все остальное... Ручки, линейки. Если бы была бы какая-то помощь от государства. Хотя бы в сентябре. Чтобы собрать ребенка. Было бы, конечно, круто. Меня, с одной стороны, восхищают женщины, у которых трое или больше детей. И реально, эти люди себя ставят на второй план. На первый план ставят своих детей. И, можно сказать, жизнь посвящают им. Смотрю канал. Одной многодетки. Целый день она как белка в колесе. Этому приготовь, затем убери. Когда я смотрю такие ролики, я понимаю, что все-таки я эгоистка. Причем конкретная. Я бы не смогла всю свою жизнь посвятить чисто детям. У нас здесь тоже... Многие думают, что здесь у всех там по пять, по семь детей. Ничего подобного. Даже в деревнях по два ребенка все рожают. Много не рожают. Я в универе училась. У нас большинство однокрупниц были единственными детьми. То есть, не было ни брата, ни сестры. Мне кажется, у нас с каждым днем... С каждым годом девушки не хотят замуж. То есть, семейные ценности как-то вымирают, что ли. Каждый хочет жить для себя, развиваться и так далее. У нас вечно эти митинги ЛГБТ. Очень много феминисток. Но мне нравится, что у нас есть феминистки. Это так круто. Что они так яро отстаивают нашу с вами позицию. Причем феминистки очень грамотные девочки. Они, знаете, так круто могут изложить свою мысль. А еще у нас заблокировали тикток. Его никак не разблокируют. Но, как я поняла, все через VPN заходят. Я жду, пока его разблокируют. А его чуть никак. Сейчас и в инстаграме, и в ютубе появились шот-видео. Поэтому необходимости такой в тиктоке нету. Но все равно я человек зависимый от интернета. Но я не смогу счастливо жить. Если я целыми днями буду заниматься домашними делами, детьми и так далее. Не буду отдельно от интернета. Мне надо обязательно, чтобы на фоне кто-то обязательно болтал. Кто с кем разбился, что там произошло, все скандалы, драмы, я должна знать. Это, наверное, глупо будет звучать. Но для меня жизнь неинтересна, если в моей жизни нету интернета. Нету блогеров. Поэтому, смотря этих блогеров, у которых целый день посвящен их детям, я понимаю, что я бы так жить не смогла. Я с большим уважением отношусь к Child Free, к тем людям, которые, например, вообще не любят детей. Я себя к таким не отношусь, но в их выборе есть логика, если так посмотреть. Они хотят жить для себя. Напишите, пожалуйста, в комментариях те, у кого двое и больше детей. Вот вы находите время для себя. Сложно ли вам было в первое время? У нас в Азербайджане максимум, наверное, три ребенка. Я не знаю ни одну семью. Вот единственные мои соседи, у которых больше трех детей. У всех один, два. Лук я вот так убираю. Ну, вот этот запах, который стоит, его достаточно. Если вы хотите, я могу снять рецепт, как мы готовили с мамой. Но я все-таки предлагала маме меньше мяса на шпажку. Мама сказала, что тогда будет не настолько сочно. Но мне кажется, надо попробовать еще и так. когда я была в деревне, мне одна соседка задала вопрос. Говорит, она говорит мне, выходи замуж, рожай детей, пока ты молодая, чтобы дети выросли. Я задаю вопрос, пока я молодая, дети вырастут. А дальше что? А дальше ты увидишь своих внуков, как вырастут они. Я говорю, а дальше что? Ну, ничего, говорит, будет судьба, правнуков увидишь. Мне хотелось сказать, а дальше что? Наверное, я в какой-то степени эгоистка. Я вам рассказывал, у меня отец очень хотел третьего ребенка. Мама категорически не согласилась. Двое достаточно. У меня отец просто хотел очень второго сына. Когда я родилась, он тоже очень расстроился. Он считал, что у него будет сын. Я родилась. Опля, а я? А я? А я? У него брата трое детей, и он считает, что необязательно прям всем обеспечивать своего ребенка. Самое главное, чтобы у ребенка была квартира, а на все остальное он сам должен заработать, сам должен прийти к этому. С одной стороны, тоже правильно. Но я даже не в плане финансов, а в плане времени. будет очень интересно почитать. Напишите в комментариях, если у вас трое или больше детей, возможно, меня смотрят многодетные мамы. Как вы успеваете еще и меня смотреть? Расскажите об этом. На этом все. Я наелась. Было очень вкусно. Осталось буквально два шампура. Пишите в комментариях, если вам интересно, мы снимем обязательно рецепт. Здесь водичка моя тоже закончилась. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.